МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предложения принимаются. Жители республики участвуют в подготовке послания главы Чуваши к госсовету. Мечты не сбываются. Муниципалитеты республики накопили серьезные долги перед Газпромом. Мы можем. В Чебоксарах проходит спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Погашение задолженности за природный газ вновь выходит на первый план. Сегодня этот вопрос обсуждали в Доме правительства, на седании Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. Долги районов, городов и коммунальщиков республики перед газовиками растут, как снежный ком. Их задолженность на 1 ноября составила 478 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом долг вырос на 88 миллионов. Практически ни один график погашения задолженности муниципалитетами пока не исполнен. Чебоксары должны снабжающей организацией 110 миллионов. И долг продолжает расти. На втором месте в черном списке находится Шумерля. Этот город задолжал Газпром Межрегион Газу Чебоксары. 103 миллиона рублей. Со всеми администрациями и те обсуждающими организации, которые имеют значительную задолженность, Газпром Межрегион Газ Чебоксары заключил графики погашения задолженности за природный газ. Следует отметить, что на сайте Газпром газораспределения сегодня имеется открытая информация в целом по субъектам Приворского федерального округа. Это наиболее крупные предприятия, которые имеют задолженность более 10 миллионов рублей. И вот из 166 проблемных потребителей Приворского федерального округа 6 теплооснабжающих организаций – это по Чувашской республике. Положительная динамика по погашению долгов наблюдается в городе Канаше и Красноармейском районе. А в Батаревском, Комсомольском, Маргаушском, Чебоксарском, Шумрушинском, Ядринском, Янтиковском и Яльчиковском районах проблему по расчетам запотребленный газ отсутствуют. Говорили и о другой проблеме. Объекты коммунальной инфраструктуры, те же самые котельные, которые раньше принадлежали муниципалитетам, теперь переданы в частные руки. У некоторых предпринимателей нет опыта работы в этой сфере, но есть большое желание получать прибыль, не вкладываясь в модернизацию объектов. Как следствие, местные администрации районов и городов не имеют рычагов управления этими структурами. Прямое вложение бюджетных средств в эту сферу, оно будет ограничено только какими-то целевыми субсидиями. Допустим, если тариф утвержден, служба по тарифам не рыночный. И, соответственно, это доказано, что он не рыночный. Соответственно, мы регулируем это и мы должны предусматривать эти средства. Остальные вещи, все-таки они будут реализовываться на рыночных основаниях. Об этом Олег Иванович четко сказал. Допустим, такие мероприятия мы закладывали, проводили через, соответственно, бюджет. И вы, как депутаты, это все знаете. Все говорили, что невозможно строить котельных. Нет. Но мы знаем, когда строится новая котельная, и существующий старый тариф позволяет уже получать прибыль той организации, которую она строит. С учетом такой ситуации специалисты Минстроя будут вести постоянный контроль за погашением газовых долгов. В случае необходимости устраивать выездные проверки совместно с прокуратурой. Для установления причин и роста долгов. Участники встречи все же не сбрасываются с счетов возможность выделения денег из бюджета на модернизацию объектов. А пока администрации муниципальных районов и городов проведут инвентаризацию потребителей. На соответствие начисленных объемов, фактическому объему потребления. Миндрий Ковалев, Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева и Сергей Рябчиков. Республика. Работа над посланием главы республики к Государственному совету идет полным ходом. В подготовке послания, как правило, участвуют все жители республики. Что волнует их больше всего, выясняла наша съемочная группа. Если сейчас повысить налоги предпринимателям, предприниматели, они же все равно должны какую-то прибыль получить. Они поднимут цену на продукты, на вещи и получается как бы палка о двух концах. Хотят, чтобы пополнить бюджет и сделать людям хорошо, поднять налоги. А получается наоборот. Я вот приобрел квартиру в Садовом районе. У меня пока автомобиля нет, и вот присутствует такая проблема, как общественный транспорт там очень как-то неудобно ходит вообще. Ой, здорово было бы, если бы детское пособие немножко увеличили. 300 рублей в месяц мы сейчас получаем. Детские пособия, повышение детских пособий. И плюс, как бы, вот дороги очень плохие. Как бы, хоть бы ремонтировали. И дома вот разрушаются, смотрели. И еще вот газовые плиты у нас вот отключили по социалистическим 15, не предупредив. Как вот мамам-инвалидам готовить. Еще вот коляски, чтобы мамам-инвалидам хотя бы как соц. обеспечения обеспечивали. Очень огромные очереди. Приходится сидеть в поликлиниках. Очень тяжело взять талон. Буквально две недели надо ждать, чтобы прийти первый раз к врачу. За две недели можно вызроветь. Мне кажется, нужно посмотреть на то, что очень-очень много у нас аварий разных. Вот. На это нужно обратить внимание. Потом насчет того, что люди пьют, спиваются. Вот это тоже очень большая проблема у нас. Ну, зародную платку, конечно, всегда волнует. Особенно педагогов. Я сама педагог, получаю мизер. Вот это, конечно, угнетает меня и всех моих коллег. Естественно, образование и работа. Если в наше время у нас очень было много таких профтехучилищ, которые давали нашей молодежи какую-то специальность, сейчас не идут работать по таким специальностям молодежь. Хотелось бы, чтобы, наверное, все-таки каждая профессия хороша. И без этих профессий нам не обойтись. Проблема социального обеспечения инвалидов, ветеранов войны в первую очередь, и ветеранов труда пенсионеров. Это вот самое главное. Если вот всегда будут помнить, что мы, работающие люди, помним о своих родителях, значит, и дедах, и бабушек, которые заслужили хорошую жизнь, тогда у нас все будет в порядке. Кувшинка в обмен на Шанхай. Речь идет об одной и той же столичной территории, где взамен самостроя появились многоквартирные дома. Но компромисс между застройщиком и отдельными гражданами до сих пор так и не найден. Это место еще несколько десятилетий назад в народе прозвали Шанхаем. Район начал свою историю еще в 70-е со строительством первых засыпушек по соседству с ЖБК-9. Прославился он покосившимися деревянными домиками и многочисленными металлическими ракушками. Позже избушки превратились в коттеджи. Но, по мнению городских властей, они возведены нелегально. И сейчас вместо этих засыпушек и гаражей началось строительство нового микрорайона Кувшинка. Вот только некоторых жителей Шанхая это не устраивает. В общем, получается как. Застройщик, лидер, нам предлагает 30 квадратов. А у нас двухэтажный дом. Живем пока 5 человек. Дети, внуки. Как мы пойдем на 30 квадратов, когда у нас такой дом? Дочка вложила материнский капитал. Так, у нас полностью дом обеспеченный. Баня есть, участок есть около 6 соток. Мы туда, как мы пойдем на 30 квадратов? Наше предложение, ну, трехкомнатные мы хотим. Меньше двух мы не согласны. Для многих местных жителей это вопрос жизни и смерти. Они построили свои дома еще в 80-е годы. Геннадий Рыбкин успел за это время не только построить дом, но и обзавестись семьей. С ним живут его дети и внучка. Его расстраивает даже мысль о переселении. Я вообще никогда не пойду. Стою, вот что, стою, не пойду. Как я могу, а детей, внучек, как я могу пойти в одну комнату, когда я здесь, все у меня, в бане, все. Как я могу хотя бы нам одну комнату и детям, внучкам, хотя бы двух, трех комнат дали бы. Я бы согласен, я согласен был бы. Посмотреть, как идет строительство нового жилого массива и заодно встретиться с жителями Шанхая, приехал глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков. Мы приехали посмотреть, как ведется строительство жилых домов, которые мы предоставили в рамках договора развития застройной территории. Ну и пошли, посмотрели дома, которые будут расселены. Есть вопросы у жителей, вопросы задают правильные. Когда их переселят, в какие квартиры переселят. Потому что сегодня на застроенной территории жители живут в разных домах. Кто-то живет в 10 квадратах, кто-то в 30, а у кого-то дома больше 100 метров. Понятно, вопросы есть, но мы видим желание застройщика решать эти вопросы. Проблемы есть, будем совместно решать. Но если жители не согласны, конечно, силой не мы не позволим сносить эти дома. Да, я думаю, застройщик не пойдет по этим пути. Будем искать компромисс, будем искать все-таки условия, по которым решение устроят обе стороны. Дом, в который планируется переселить жителей, будет сдан не раньше конца следующего года. А всем тем, кто уже сейчас готов переехать, застройщик предлагает два варианта. Или предоставить квартиры в других районах города, или выплатить компенсацию в размере 1 миллион 200 рублей. В 10-й позиции забронировано 90 квартир, а в общей сложности у нас 280 квартир переселений. Мы так определили, там разные семьи, где-то 5 человек прописанных, где-то даже есть 10 человек прописанных. У кого-то есть прописка, у кого-то нет прописки, у кого-то двухэтажный дом, у кого-то маленький дом. Очень сложно определить, кому какую квартиру. Чтобы не спорить, мы решили каждому дать одинаковую квартиру. Квартиру на дом. Спорные вопросы, связанные с освобождением земельных участков, администрация готова обсуждать и дальше. Жильцы пока тоже не хотят идти на попятную. Так что поединок между Кувшинкой и Шанхаем еще не закончен. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Они могут все и даже больше. Ежегодно в Чебоксарах проводится спортивный фестиваль «Мы можем» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Прыжки в длину, метание мяча, бег, гонки на колясках и велосипедах. Все это ребята делают вопреки серьезному диагнозу. На фестивале побывала и наша съемочная группа. Казалось бы, обычный фестиваль, только участники немножко другие. Воспитанники детских коррекционных садов и школ с удовольствием приобщаются к спорту. Ведь в их положении это крайне важно. Нам тут очень нравится. Мы тут прыгаем, бегаем. Нас сюда привез учитель по физкультуре Зо Николаевна. И ждем свои призовые места. Хочу заниматься спортом. Спортом очень хорошо заниматься. Много узнаешь. И ездишь в разные города. А каким весом хочешь заниматься? Легкой атлетикой. Как в настоящих соревнованиях, здесь были реальные победы и реальные награды. Для них придуманы простейшие упражнения, которые может выполнить практически каждый. Все то, что они делают на уроках физкультуры. Но за это они здесь получат и медаль, и диплом. Если будут лучше своих соперников. Фестиваль «Мы можем» проводится в Чебоксарах уже седьмой год подряд. Ему рады не только юные участники, но и их родители. Ведь тут приобретаются новые друзья, знакомые и, конечно же, любовь к физической активности. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика. Сегодня Всемирный день телевидения. Поздравляем наших коллег и всех, кто каким-либо образом связан с самым популярным источником информации. В этот праздничный день вдвойне приятно рассказать о еще одном радостном для нас событии. Звукорежиссер национального телевидения по совместительству и талантливый музыкант Михаил Жбанов сегодня вернулся из Москвы с финала проекта «Роксмена» со специальным призом. Конкурс уже четвертый год подряд устраивает известная российская рок-группа «Люмин». Малоизвестные музыканты со всей России присылают на отбор видео с перепетами на свой лад песнями группы. В этом году набралось 70 участников. Из них лишь семь прошли в финал. Чебоксарская группа «Ярче» тоже отправилась в столицу. Синими реками, далекими морями, да синие си мои слова, я пойду не с вами. Коллектив появился относительно недавно, но не специально для конкурса. Он появился буквально в начале осени. Я предложил одному классному музыканту, Ярославу, он играет на балалайке, попробовать что-нибудь оригинальное, что-нибудь современное и в то же время с добавлением народных инструментов. Балалайка, губная гармошка, голоса певцов и картины на стене комнаты мало кого оставили равнодушными. Даже на официальной страничке группы «Люмин» в интернете среди вопросов о гастролях можно было увидеть, у кого есть песни группы «Ярче». Сами рокеры тоже не остались равнодушными. Ребята, прямо сейчас на фестивале мы выдумали еще одну номинацию и решили, что это будет справедливо. И назвали это неким призом зрительских симпатий. Был коллектив, который, безусловно, взорвал вас сегодня в зале и взорвал интернет. Хотя он совсем не подходит по категории рок. Мы ему посоветовали совещание. Нам они предложили в какое-то время приехать к ним в Уфу на их профессиональную студию, и они нам помогут записать профессиональный один трек, то есть сингл. Я думаю, это даже лучше, чем главный приз. По крайней мере, для меня, для музыканта это намного важнее. И это очень большой шаг. Коллективу национального телевидения остается только радоваться за коллегу и томиться в ожидании новых песен. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. Филео – известная швейная фабрика. Работает она в Чебоксарах с 1998 года. Раньше компания специализировалась исключительно на оптовых продажах. А совсем недавно в Чебоксарах открылся розничный магазин этого бренда. Подробнее об этом смотрите далее. Ну а я с вами не прощаюсь. Сразу после нашего выпуска в эфир видит программу «По существу до Нового года». Осталось совсем немного. Речь пойдет о безопасном использовании праздничной пиротехники. Женские юбки, брюки, платья, сарафаны, жилеты – и все это фабричного производства. Высокое качество одежды торговой марки «Филео» известно далеко за пределами Чуваши. Эта продукция скупается не только местными оптовиками, но и индивидуальными предпринимателями из разных уголков России. И вот приятная новость. Совсем недавно в нашем городе был открыт розничный магазин этого бренда. «Филео» – это магазин женской одежды от производителя. Мы предлагаем широкий модельный и размерный ряд юбок, брюк и платьев с 38 по 66 размеры. У нас отличное качество и доступные цены. Мы приглашаем посетить наш магазин по адресу улица Богдана Хмельницкого, дом 57А. Мы всегда рады нашим покупателям. Продукция «Филео» производится на современном оборудовании, сертифицирована и изготавливается с учетом требований ГОСТа. Компания ориентируется на производство качественных изделий среднего ценового сегмента. Одежда удобная и практичная. Ассортимент регулярно обновляется. Помимо большого разнообразия фасонов, покупателей порадует и широкий размерный ряд. А точность кроя изделий позволяет выпускать максимально удобную одежду с высокой точностью посадки. Салон женской одежды «Филео». Город Чебоксары, улица Богдана Хмельницкого, 57А. Интернет-магазин торговой марки «Филео» – филеодефисинтер.ру. Телефон – 627472. Бесплатный единый номер – 8 800 333 76 33. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова